Всем привет дорогие друзья! Как вы знаете, это нашумевшая новость о том, что теперь с 23 июля документ, электронный документ как DPL в мобильном приложении МОбыватель, он приравнивается к виду нажительства. То есть с таким документом граждане Украины, которые имеют статус Укр, могут свободно пересекать внешние и внутренние границы Шенгенской зоны, то есть спокойно выезжать и заезжать в Польшу. Так вот, я снимал видеоролик, как вы видели, но у вас появляется огромное количество вопросов по поводу этого. Поэтому в данном видеоролике я подготовил для вас ответы на наиболее популярно задаваемые вопросы. А также в конце видеоролика я отвечу, почему я снимаю не снимаю видеоролик в кепке. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать эту информацию. А мы начинаем, поехали! Так вот, первый вопрос. Что же нужно для пересечения границы? Во-первых, для пересечения границы это нужно, конечно, сам же электронный документ, это DPL. То есть, соответственно, у вас должно быть установлено приложение МОбыватель, а также у вас должен быть статус Укр и специальный ПЕСЛ. Также у вас должен быть мобильный телефон, чтобы предоставить этот электронный документ, так как он должен быть в электронном формате. И также у вас должен быть биометрический загранпаспорт. Второй вопрос. Если у человека простой загранпаспорт, не биометрический, можно ли воспользоваться таким выездом и въездом в Польшу? Так вот, в правилах четко указано, что нужно именно биометрический загранпаспорт, но это больше нужно для путешествий по Европе. Что же касается выезда и въезда в Украину, то в таком случае должен теоретически подойти и обычный загранпаспорт, так как только биометрия, она учитывается по территории Шенгена. Но вообще в правилах написано биометрический загранпаспорт, но если ехать в Украину, то должен подойти и обычный. Следующий третий вопрос, по которому я даже снял отдельный видеоролик, это если у вас не получается подтянуть этот электронный документ. Так вот, видеоролик здесь вы можете детально посмотреть. Изначально вам нужно что сделать? Скачать приложение МОбыватель, потом зарегистрироваться в нем, то есть зайти по данным через профиль зауфаны и подтянуть документ, нажать плюсик, там будет у вас только один документ, который можно подтянуть, вы его подтягиваете. В принципе на этом все. Но детально я рассказал в этом видеоролике по пунктам, по шагам, поэтому можете его посмотреть. Следующий вопрос, могут ли заехать в Польшу те, кто выехал в Украину и пробовал до этого заезжать, но их не пустили? Так вот, если такие граждане Украины находятся на территории Украины сроком не более чем 30 дней и у них есть доступ к ДИАПЛ, то они точно также могут спокойно потянуть такой электронный документ и при наличии биометрического или обычного загранпаспорта заезжать на территорию Польши. Если же ваш срок нахождения в Украине превысил 30 дней, то вы скорее всего уже потеряли статус Укр, то вам нужно заезжать уже по другим правилам. Что делать, если ДИАПЛ уже был установлен? Если у вас уже был подтянут электронный документ, такой как ДИАПЛ, то в таком случае вам ничего делать не нужно, после 23.07 он автоматически конвертируется в так называемый вид на жительство Польши, то есть вам делать ничего не нужно. А если же не был установлен, либо были какие-то предпосылки к тому, что у вас возможно не было статус Укр, либо еще чего-то, то в таком случае вам нужно изначально решить вопрос с получением вот этого статуса Укр. Только потом он перейдет в вид на жительство. Следующий вопрос. Распространяется ли это правило на украинцев, которые не имеют штампа Укр в Песеле, но находятся легально на территории Польши? То есть те, кто заехали до 24 февраля по безвизу, либо у кого была национальная виза, которая закончилась, либо те, у кого срок действия карты по быту закончились после 24 февраля. Так вот это такой популярный вопрос, который вы часто задаете. Если нету статуса Укр, но вы легально находитесь в Польше, можно ли как-то потянуть эти документы? На данный момент такой услугой могут воспользоваться только те люди, которые получили статус Укр, то есть которые заехали после 24.02, то есть по сути беженцы. Поэтому те, кто были в Польше раньше 24.02, у них такой возможности на данный момент по крайней мере нет. Следующий вопрос. Обязательно ли иметь электронный документ, либо достаточно иметь просто бумажное подтверждение, что у вас есть Песель и статус Укр. Так вот, если вы хотите пользоваться возможностью свободного пересечения границы, то в таком случае подходит только электронный документ. Никакие бумаги не подходят, у вас должен быть подтянут именно электронный документ ДИАПЛ, только в таком случае вы можете пересекать границу. Про Украину. Это 100% можно поехать, если есть биометрия. Так вот, при наличии ДИАПЛ считается, что у вас появился вид на жительство Польши. То есть, условно, с 23.07 у вас Польша вам как бы дала карту побыту, то есть вид на жительство. И с таким видом на жительство вы можете пересекать границу неограниченное количество раз, пока у вас действует этот документ. Поэтому условно можно назвать такой документ, это именно карта побыту, чтобы понимать, как работает именно этот документ. Следующий, самый, наверное, более распространенный вопрос, на который пока что, к сожалению, ни у кого нет ответа. Это как быть с детьми. Так как профиль ЗАУФАНы можно получить только с 18 лет. То есть, можно оформлять вот такой электронный документ также только с 18 лет. Поэтому на данный момент пока неизвестно, как детям подтвердить такой статус. Поэтому, к сожалению, пока ответа нету, мы ждем. Поэтому можете не задавать на данный момент этот вопрос в комментариях, потому что на него просто ни у кого нет ответа. Поэтому покажет либо время и эмпирический путь, то есть кто-то проедет и узнает, либо же будут дополнительные разъяснения, которые можно будет потом уже освещать более официально. Следующий вопрос, пропустят ли на границе, если у вас украинский загранпаспорт, но есть также вот это ДИАПЛ документ. Так вот, как я уже говорил, в правилах четко указано, что должен быть именно загранпаспорт, в частности, биометрический. Поэтому решение будет на границе принимать именно комендант пограничного контроля. Поэтому есть вариант, что вас пропустят либо не пропустят. Тут уже нужно пробовать. В правилах указано одно, но на деле, как вы понимаете, все может меняться. Сейчас такое время, война, поэтому могут пропустить, но уже в индивидуальном порядке. И последний вопрос на сегодня. Вот был такой вопрос. Женщина спрашивает. Я в Польше с марта, то есть согласно биометрическому паспорту, я не имею права пересекать границу с другими странами шенгенской зоны. И, насколько я понял, это приложение мне открывает возможность поехать, например, в Германию на 5 дней, если уже просроченный срок в 90 дней. Так вот, как я уже говорил, данный документ, он является видом на жительство. То есть заменяет вид на жительство Польши. Поэтому, если вы находитесь с таким документом на территории Польши, то теперь ваш безвиз не тратится. То есть он обновляется, если вы находитесь с этим документом даже в Польше. То есть можете поехать в другие страны. Но также пока что нет точных разъяснений, как у вас сейчас обновился безвиз, если вы уже находились на территории Польши. То есть у вас сразу появилась такая возможность. Либо вам нужно находиться, например, на территории Польши 90 дней, и тогда ваш безвиз обновится. Пока что тоже нет таких разъяснений, но вы должны понимать, что теперь, находясь в Польше, ваш безвиз обновляется. Ну что же, друзья, надеюсь, этот видеоролик был интересным и полезным. Как я и обещал, в конце видеоролика расскажу, почему я сегодня в кепке. Так как я хожу на бокс, и у меня сейчас здесь лоб, он очень сильно потертый. И чтобы не смущать зрителей, кто досмотрел до этого момента, то он об этом узнает. Ну что же, друзья, если у вас остались вопросы, то внизу в комментариях под видео, либо в Telegram-группе можете задавать свои вопросы. Также, как обычно, внизу в описании под видео вы найдете много интересных ссылок. Работа в Польше, вакансии постоянно обновляются, YouTube-канал по изучению польского языка для детей, а также бесплатные переводы денег из Европы в Украину. По моей ссылке вы, как всегда, получаете бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям. Поэтому можете регистрироваться уже сейчас, а деньги перевести позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все, спасибо за просмотр и до встречи на следующих видеороликах. Всем пока!